Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. И сегодня мы будем играть в чужую планету. Напомним, что все наши видео дублируются в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. А в данной игре все выжившие, которые попали на планету, будут пытаться выжить до тех пор, пока их не спасут. Я буду играть за выжившего, жертву. Таня будет играть за существо. Цель игры моя. Как можно дольше продержаться на этой планете. Если маркер продвинется до звездочки, я побеждаю. У Тани такая же цель. Продвинуть свой маркер к звездочке и победить. Кто первый доберется до звездочки, тот и побеждает. Игра состоит из раундов. В каждом раунде у нас будет 4 фазы. Первая фаза это фаза исследования. Но перед тем, как мы начнем первую фазу, давайте завершим подготовочку. Перетасуем колоду карт. Это у нас карты выживания. И каждый выживший берет по одной. Таня берет 3 карты. Все. Теперь у нас наступает фаза исследования. И в фазу исследования каждая жертва, у каждой жертвы 5 одинаковых карт на руке, с первой по пятую, разыгрывает одну карту в закрытую. К примеру, давайте вот так сделаем. Все. Я разыграл. На этом первая фаза заканчивается. То есть я в закрытую отправился в одно из пяти мест. Теперь у нас фаза охоты. Таня размещает свои жетоны. Один жетон такой, она размещает каждый ход. А те в зависимости от карты. Так, но сначала я разыгрываю помехи. Так. Силы пляжа и обломков не действуют. Обломки еще недоступны. Да, да. Но про это мы расскажем чуть позже. Так, короче, мы знаем, что пляж не действует. Все, теперь ты разыграла карту. В свой ход каждая жертва и существо может разыграть по одной карте. Ну, за редким исключением там можно две разыгрывать. Все, теперь ты должна разместить жетон. То есть я куда-то отправился. Давай, так. Вот так, в пятерочку. Я куда-то отправился исследовать. Таня отправила жетон. На этом вторая фаза заканчивается. Третья фаза, это фаза расплаты. Все жертвы открывают карту и разыгрывают их эффект. Я отправился на реку. Таня меня не поймала. Она отправилась на вездеход. И так как она меня не поймала, я разыгрываю свойства данной локации. Это река. На следующем ходу разыграйте две карты мест. До открытия карт выберите одну из них и верните в руку. То есть у меня будет больше шансов. Я смогу разыграть две карты в следующем ходу. На этом фаза расплаты заканчивается. Если бы она там меня поймала, что-то бы произошло. Но об этом чуть позже в процессе игры мы продемонстрируем. Теперь у нас наступает фаза 4, конец хода. Мы сбрасываем разыгранные карты. Я разбрасываю. Таня разбрасывает свою. Забирает жетон охоты в себе. Добирает до трех карт. И маркер спасения движется вперед. Все. Вот таким нехитрым способом я буду пытаться продержаться на этой планете. Теперь давайте поподробнее поговорим про свойства мест. Про реку вы уже знаете. То есть в следующем ходу я смогу разыграть две карты. Тем самым выбрать, куда мне отправиться. Самое интересное место это вездеход. Почему Таня туда и пошла? Потому что я возьму из резерва одну карту места, которой у вас еще нет, и добавлю себе в руку. Тем самым... Вот они. Резерв. 6, 7, 8, 9, 10. У меня их нет на руке. Тем самым я увеличу свои шансы. А Тане нужно будет больше мест контролировать. Дальше. Пляж. Если бы я отправился на пляж, я бы разместил туда вот такой вот маркер. И если бы я в следующем ходу отправился на пляж, этот маркер убирается и этот маркер передвигается вперед. То есть таким нехитрым способом я быстрее продвигаюсь к победе. Джунгли. Верните в руку разыгранную карту места и одну карту места на выбор из своего сброса. То есть у меня каждый ход карты будут отправляться в сброс. То есть мне их нужно будет возвращать с помощью джунглей. Я смогу и разыгранную карту вернуть, то есть джунгли, и одну из сброса. Логово. С помощью логова я смогу вернуть все карты из сброса, кроме самого логова. Или скопировать силу места с жетоном существа. Вот в прошлом ходу Таня отправилась в пятерку. Если бы я пошел в логово, я мог бы либо вернуть из сброса, но так как в сбросе у меня карт нету, я мог бы скопировать локацию номер пять. Но если бы она меня тут поймала, я бы потерял на одну фишку воли больше. Все. Ну и данные локации мы продемонстрируем в процессе партии, надеюсь. Если успеем. Если успеем, расскажем, что там интересного. Вот и все. У нас пять локаций. Я пытаюсь скрыться, отправиться. Таня пытается меня поймать. Все. Итак, раунд за раундом, пока кто-то не доберется. У нас фаза исследования. И что я еще не сказал про фазу исследования. После розыгрыша карты, точнее до розыгрыша карты, я могу сбросить, у меня есть три жетона воли, сбросить один жетон воли, чтобы вернуть две карты из сброса себе на руку. Либо же сбросить два жетона воли, чтобы вернуть четыре карты себе на руку. Если у меня заканчивается воля, я должен смириться. И жетон Танин ассимиляции двигается вперед. Но я возвращаю все карты себе в сброс. И если вдруг у меня не осталось кубиков воли, я могу выбрать действие смириться. И перед тем, как разыгрывать карту, вернуть себе все карты на руку. Вот. Все, исследование, поехали. Я разыгрываю две карты. Я, пожалуй, разыграю вот так вот. Все, на этом фаза исследования заканчивается. Теперь у нас фаза 2. Таня должна разместить жетон охоты. Разыгрываю запретную зону. Все жертвы одновременно сбрасывают по одной карте место. Это в фазе 2. Неплохо, слушай. То есть, тем самым она как бы сужает свой круг поисков меня. То есть, теперь сброс всегда в открытую. Теперь она знает, что я нахожусь не в третьем месте и не во втором. Давай сюда. Хорошо. Так, теперь до... Помним, что я реку разыгрывал. До открытия карт выберите одну из них и верните в руку. Я возвращаю. И я, конечно же, отправляюсь на вездеход. Вездеход мне говорит, что я могу взять одну карту места из резерва, которой у вас еще нет, и добавить себе в руку. Вот теперь мы возьмем себе в руку карту обломки. Теперь мне доступна восьмая локация. Я туда смогу отправляться с помощью данной карты. И если я туда отправлюсь, я передвину фишку спасения на одну ячейку вперед. Не более одного раза в ход. Это уточнение, если нас играет больше двух. И если мы вдвоем туда отправимся с кем-нибудь, то фишка продвинется не на два, а на один. То же самое касается и пляжа. Все, это я размещаю себе на руку. Все, фаза... Ну, скажи, логово было? Да, да, конечно, я туда и туда. Ну, понятно, что если бы ты отправилась туда, я подправился сюда. Ну, ты все такие логово выбрал. Ну, конечно, конечно. У меня особо и выбора нет. Ну да, можно было еще пляж выбрать. Так, конец хода. Я сбрасываю разыгранную карту. Ты тоже сбрасываешь. Ты добираешь до трех карт. И мой маркер двигается вперед. Самое время рассказать, что же будет, когда Таня меня поймает. То есть, если бы, вот, к примеру, я разыграю карту логово, и Таня тут появилась бы, поймала меня, то я теряю одну фишку воли. И... Да, локация не действует. То есть, я свой ход трачу впустую. Сила локации не действует. И ее фишка передвигается вперед. Вот и все. Вот таким способом она будет передвигаться. Двигаться к победе. Так. Что у нас? Фаза исследования. Поехали. Так, я трачу... Перед тем, как разыграть карту, я трачу один жетон воли и возвращаю себе две карты на руку. Хоп. И теперь должен что-то разыграть. Что-то разыграть. Так, давайте вот так попробуем. Все, теперь фаза охоты. Таня действует. Так, разыгрываем. С предвкушением. Выберите жертву. Если она будет поймана жетоном существа, передвиньте фишку ассимиляции на одну ячейку вперед. Круто. Но это будет очень сложно. Давай. Но нет. Все, фаза третья, расплата. Все, переворачиваем. Ты меня снова не поймал. Вездеход. И я себе беру... карточку под номером 7. Теперь я смогу отправиться в убежище. И я возьму две случайные карты выживания. Оставлю себе одну, а другую сброшу. То есть, ну, я смогу добирать карты выживания. Все, отправляю сюда. Это идет сброс. Это ты себе забираешь, добираешь карту. И мой жетончик двигается вперед. Все, у нас снова фаза исследования. Так, ну, перед этим я трачу жетон воли и забираю две карты себе на руку. Поехали. Фаза два охоты. Давай, размещай жетон. Разыгрывай карты. Сверепость. Жертва, пойманная жетоном существа, теряет на одну фишку воли больше. Осталось только поймать. Давай, куда размещаешь? Давай обломки попробуем. Попробуй, попробуй. Так, я себе возьму... Что же взять? Я, наверное, возьму себе болото. Возьмем болото себе. Все. Возвращай. Карту сбрасывай. Может, он двигается. И у нас снова фаза исследования. Давайте так попробуем. Все, теперь фаза охоты. Давай, разыгрывай карту. Кладывай жетон. Так, карту не разыгрываешь. Так, фаза три. Вот сейчас фаза три. Я открываю. Катаклизм. Выберите карту. Место, ее сила не действует. Не действует. А, ну-ка, я разыгрываю, а потом ты разыгрываешь карту. То есть, я отправляюсь на пляж, а теперь, ну, все другие игроки разыграли тоже места, и ты разыгрываешь свою карту, и можешь выбрать место, которое не действует. Ну, в моем случае понятно, что ты выберешь пляж, да. Но если бы нас было много, ты бы могла выбрать, ну, более эффективное место. Все, я бы, если бы Таня не разыграла катаклизм, я бы отправил маячок на пляж. И следующим своим ходом мог бы продвинуть фишечку. Ну, так как Таня переиграла меня, все. Но не поймала. Но не поймала, да. Ты добираешь карту, мой жетончик двигается, в любом случае. Да, после того, как мы, точнее, моя фишечка доберется до жетона Артемий, Таня будет размещать уже по два жетона свой ход, обязательных. Данный жетон цели, он привязан к картам. Его позволяет разыгрывать карты. Поехали. Фаза исследования. Давай вот так вот попробуем. Теперь фаза охоты. Давай, размещай жетончик свой. Фаза. О! Еще первая. Так уже прошла фаза первая, сейчас фаза вторая. Все, поздно ее разыгрывать. Нет. Да, уже все, поздно. Нет. Фаза сейчас, фаза два. Выложите жетон охоты. У тебя на карте написано фаза один, все, ты ее не можешь разыграть. Что, я так долго думала? Ну, ты пропустила, там написано фазу. Тебе нужно было до того, как я эту карту разместил, ее разыграть. Значит, разыграем в следующем раунде. Каждая жертва может вернуть только одну карту место, когда использует силу карт место. Угу. Все планы мне попутал. Угу. Все, теперь фаза расплаты. Открываем. Я отправился на болото. Верните в руку разыгранную карту место. Вот эту. И две карты мест на выбор из своего сброса. Но так как травля была разыграна, я смогу вернуть только одну карту. Я возвращаю вот эту карту. Все, возвращаю свой жетон, карту сбрасывай. Я двигаюсь дальше. И у нас фаза 1. Исследование. Вот сейчас ты можешь разыграть карту, которую хотела разыграть. Разыгрываешь? Или переходим в фазу 2? Нет, разыгрываю. Давай. Да, до разыгрывания карты. Ну, читай. Так. Силовое поле. До разыгрывания карт с жертвами отметьте две соседние карты мест. Отмеченные карты не могут быть разыграны на этом фазу. Соседними считаются ортогональные клеточки. По горизонтали, по вертикали. Противиональные не соседние. Ну, давай. Давай вот эти. Ну, и свои жетон существа. А, теперь. Теперь я разыгрываю карту. Так, 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 так. Вот эту. Хоп. Все. А теперь фаза 2. И ты размещаешь жетон охоты. Карту ты уже разыграл одну. В раунд можно разыгрывать только одну карту. Ну, давай, думай, куда-то. Снова не поймала. Я отправился на реку. В следующий ход я разыграю две карты. Все. Это сюда. Забирай свои жетончики. Сбрасывай карту. Как-то я радовался, когда я размещала жетоны, да? И мой двигается сюда. Все. Теперь ты сможешь размещать жетончик. Да, у тебя уже будет каждый ход минимум 2. И если я попадусь на жетон Артемия, сила места не действует, я сбрасываю одну карту места из руки на свой выбор. Так. Поехали. Фаза первая. Я разыгрываю две карты. Вот так вот. Хотя нет, не так. Не хочу я так. Хочу вот так. Все. Все, фаза охоты. Давай, стреляй. Мутация. Жетон Артемия обладает дополнительным эффектом. Жертва теряет одну фишку. Прикольно. Давай, размещай. Алиш, ты молодец. Прям попало две карты. Да, конечно. Я и так, и так потеряю фишку воли. Ну, ладно. Давай тогда. А, не, я не хочу. Я хочу вот так. Все-таки, значит. Значит, мы все-таки попадаемся тебе в лапы. Что происходит? Так как совпали. Ты меня поймала. Я теряю одну фишку воли. И игрок, который теряет последнюю фишку воли сразу же автоматически хоп, двигается. Но я их возвращаю себе. Все возвращаю с сброса. Эта карта еще не в сбросе. И затем сила места не действует. Это понятно. И сдвигается фишка ассимиляции вперед. То есть, ты меня, получается, дважды поймала. За то, что у меня закончились штаны воли продвинулась фишечка. И за то, что я угадала. И за то, что ты меня угадала. Да, тоже. Ну, все. Вот так это происходит. Уже немножко поприятнее. Это взброс. Ну, уже, да, да. Вот раз поймала. И моя фишка движется дальше. Мне осталось раз, два, три, четыре. Четыре хода продержаться. Ты добираешь карту. И я разыгрываю что-то, да. Давайте вот так. Разыгрываем фобию. Так. Фобию. Выберите жертву. Она должна показать вам все карты мест в руке, кроме двух на свой... Ох, как это подлинненько, да. Кроме двух... А, в руке. Кроме двух на свой выбор, да. Получается, три карты я всё-таки не угадаю. Ну, ты не знаешь. Три карты, но у тебя два жетона. То есть, вероятность попадания очень большая. Ну, то есть, две в руке и одна уже разыгранная. Как там все карты? Кроме двух. На свой выбор. Так, что ж тебе показать? Вот тоже тут, как бы, чтобы... Чтоб как-нибудь тебя так подпутать. Давай, наверное, попробуем вот так. Смотри. Так. Джунгли. Река. Ну, то есть, у тебя должно остаться три локации. И убежище. То есть, есть обломки. У тебя на руке пляж и логово. Всё, действуй. Всё, можно возвращать? Да. Всё, давай. Всё, теперь ты размещаешь два жетона. Логово, обломки или пляж? Ну да, 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 да. Пляж и обломки. Ты хочешь продвинуть ячейки? Я много чего хочу. Давай сделаем так. И вот так. Всё, это была фаза охоты. Теперь фаза расплаты. Открываем. Ура! Так, стояночка. Ну, я разыгрываю свою карту. Я забываю. Карта выжившего, да? Да, карта выживания. Она разыгрывается в фазу 3. Вот как раз сейчас. Игнорируйте эффект жетона существа. А, вот почему он такой спокойный? Ну, всё, я уклонение разыгрываю. Эта карточка отправляется в сброс. Но я, к сожалению, не добираю. Она у меня одна. Ты каждый ход добираешь карты. И я всё-таки пляж разыгрываю. И жёлтый маркер туда размещаю. Всё, а ты это забираешь. Курю бамбук. Ну, чего? Ты у меня забрала карточку уклонения. Всё, теперь я уклониться не смогу. Но ты была близка. Ты прям сузила свои поиски. Так, это я разыгрываю. Сюда перемещается. И поехали. Дальше. Так, ну, давайте вот так попробуем. Поехали. Фаза охоты. Давай. Господство. Так. Выберите жертву. Она должна сбросить все карты места своей руки, кроме двух на свой. Опять, то же самое, только тут ещё нужно сбрасывать. Ничего себе. Ну, что ты хочешь? Существо злится. Давай. Кроме двух. Она такая... существо прям злится. Ты опять сейчас будешь меня бить. Больно. Причём. 1, 2, 3, 4, 5. Прям лесенка, да? Давай попробуем. Так. Так, фаза расплаты открываем. Я на обломках, ты меня поймала. Всё, я теряю одну фишку воли. Не действует. И ты передвигаешь жетончик вперёд. Всё. Всё это сбрасывается. Эта карта идёт в сброс. Ты набираешь. Моя фишечка продвигается вперёд. Да, печально, конечно. Всё, у нас фаза исследования, да? Фу-фу-фу. Давай, трать волю. Ну, конечно, трачу волю, да. Трачу волю, возвращаю. Что я возвращаю себе? Я верну один-два. Вот так вот. Хоп. Один-два. Так, и разыгрываю карту. Всё, поехали. Вторая фаза. Давай. Так, размещаю уже жетон. Да, сюда. Вот сюда. А, стой, 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 восемь. Ты только что спросил. Убежищ. Так, что у нас сейчас? Ты карту не разыгрываешь? Нет. Нет? Так, фаза три расплаты. Открываем. Ты меня поймала. Сила места не действует. Я сбрасываю одну карту места из руки на свой выбор. Вот так вот. Ну и всё. И фаза четыре. Да, фаза четыре. В этой фазе фишка спасения не может быть подвинута вперёд. стадис. Классно. Всё, то есть фишечка не двигается. Хорошо, это идёт сброс. Ты свои жетончики забираешь. Добираешь карту. Ой, так, ну у меня выхода нету. Я трачу последнюю волю, то есть у меня на выбор два действия. Я либо могу сопротивляться, тратить волю, чтобы добирать карты, либо смириться. я восстанавливаю все свои фишки воли и возвращаю все свои сброшенные карты мест. Однако, Таняна фишка продвигается вперёд. Вот так вот. Всё. Ты в трёх шагах, да? И я в трёх шагах. Но у меня все карты на руках. Так, фаза охоты. Давай, бомби. Таксин. Каждая жертва на отмеченной карте должна сбросить одну карту выживания на свой выбор. Силы отмеченной карты не действуют. Это касается только жетончика. Как он называется? Жетон цели. Ну, давай. Сложено, когда у тебя все карты. Да, да, да. Так, Артемия. Давай сюда. Ну, ты была близка. Логово? Да, да, да. Ну, ты думала про логово, да? Да. Я даже не думал отправляться куда-нибудь сюда или сюда или сюда, потому что, ну, по-любому ты заблочишь. Так, я могу вернуть все карты места своего сброса или скопировать силу места с жетоном существа. А я думал, ты отправишься на обломки и я тебя скопирую, но я копирую джунгли и возвращаю разыгранную карту себе на руку. Всё, это отправляется сюда. ты добираешь карту. Поехали. Фаза исследования. Давай, охоться. Фаза охоты. Отметьте две соседние карты мест. Жетон Артемии действует на обе карты. А, прикольно. Давай. Давай вот так. Так, две соседние нужны. По между? Да, ну между, да, да, да. Что положить либо между 4-5, либо 3-4 и всё. Даже вот так. А, нет, цель ты не разыгрываешь. Цель я не разыгрываю. Давай, скрывайся. Ты была близка. Ты передумала, да? Всё, дай грифишку. Так, пляж, так как уже там маячок есть, я убираю её с пляжа, чтобы передвинуть фишку спасения на одну ячейку вперёд. Оп. Всё. Наконец-то я пляж задействовал. Всё, и конец хода. Вот так вот. Если бы я здесь оставила. Здесь оставила бы, если бы, да, ты вот положила, к примеру, вот так. Всё. То я бы ещё потерял одну, а, одну карту места я бы сбросил бы. Лишнюю. И игра бы ещё один раунд продлилась бы. Но чуть-чуть не повезло. Это первая партия, да, который у нас победил выживший. В предыдущих партиях всегда побеждал, побеждал существо. Да. Ну там на тоненького прям, там было вот где-то вот так, вот так. Такой расклад всегда был. А в этой видишь как-то... Ну это ещё на интуицию. Ну конечно, конечно, но тут нужно думать, потому что, ну тут нужно стараться блочить пятую. Видишь, в начале ты мне дала возможность три карты взять. Всё, это уже мне намного проще. Ну как бы невозможность, а не можешь предугадать, что ты пойдёшь трижды подряд в одно место. Угу, да-да-да. Как бы ты убегаешь с одного места на другое, а тут сложно. Поэтому с существа мне кажется проще играть, чем забыли. Я бы не сказал бы. Ну просто ещё надо попробовать с большим составом поиграть. Это всё-таки игра не для двоих, мне кажется. Это надо побольше людей, тогда интереснее за существо. Все будут в разной. То есть ты каждый ход по идее должна кого-то ловить. Потому что если представим, что у нас четверо таких, хотя мы можем идти в одну и ту же локацию, по сути. Вот. Но если существо в одной локации нескольких ловит, то фишка передвигается только на одно деление. Вот. Мы вроде бы всё рассказали, всё показали. Да, ну только одну карту разыграли. Кстати, наверное, самую сильную мне попалась. Переложите жетон Артемии на соседнюю карту места. Выложите фишку маяка на пляж. Можно. То есть без действия. Верните до двух карт мест на свой выбор и своего сброса. сбросите одну карту места на выбор. Карты охоты не могут быть разыграны в течение этого хода. То есть вот такие помогалочки выжившим. Ну, твои карты мы продемонстрировали почти половину колоды, да? Да. у этой игры есть еще несколько дополнений. Хотя игра старая, но играется легко и очень даже интересно. Как всегда, если были какие-то вопросы или ошибки, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok